Друзья, привет! Мы с вами продолжаем играть в Ark Survival и продолжаем разбираться с модификацией Redemption. На самом деле, это, скорее всего, будет финальным выпуском, потому что нам с вами осталось только проэволюционировать троих мегапитеков до легендарных, сделать одну легендарную виверну, мы с вами получим токены. Плюс я хотел посмотреть на демоников, но для того, чтобы сделать отвар просвещения, мне нужны все овощи. Это значит, нужно ставить грядки, проводить воду, выращивать это дело. Я не буду этим заниматься, потому что это, ну, действительно, это финал, и смысла ради одного отвара просвещения всем этим заниматься сейчас нету. Я себе просто эту бутылочку заспаунил. На самом деле, ничего в этом сложного нету, просто очень много геморроя, который отнимет время от всего остального, от всех остальных выпусков. Соответственно, у нас с вами сейчас есть зомби виверном антикор, мы никого не можем проэволюционировать в демоника. То есть нам понадобится, как минимум, еще парочку ДНК виверн и, если не ошибаюсь, еще два мегапитека. Так что предлагаю прямо сейчас за ними отправиться, возьмем, наверное, нашу легендарную ядовитую виверну, потому что на ней все это можно будет провернуть гораздо быстрее, чем на чем бы то ни было другом. Также нам нужно сейчас немножечко первосортики, потому что я все, что у меня было, собрал и выложил туда в ДНК репликатор. Ну, и обратно возвращаться сейчас просто не хочу. Нормально. Еще одного джигерната забиваем, они здесь постоянно спаунятся почему-то. Здесь плизазаврик такой же. Вот и первосорточка подъехала, сто штук. И полетели, естественно... Секунду, что это мне такой перегруз-то сразу пошел. На самом деле этот перегруз, он немножечко доканывает, он здесь постоянно появляется. Нужно все-все-все лишнее убрать из карманов, потому что, сами понимаете, это уже надоело. Вот так вот должно быть полегче. Во! У меня огромное количество стрел с собой было, понятно. Все, полетели с вами искать виверн, полетели искать мегапитеков. Я думаю, ну, доминос-мегапитеков, они здесь немножко по-другому, конечно, называются. Я думаю, с этим никаких проблем не возникнет. Пожалуйста, 600-я горела. Секунду, приземлись. Давай, сейчас быренько ее усыпем. Че это здесь такое с мамонтами? Мамонты, камон. Я думаю, что 4-5 ударов, да? Да. А хотя на самом деле плевать, потому что у нее вообще нет эффективности, мы с вами это проверяли. То есть она как была 600-й, так 600-й останется. Вот тебе это дело, вот тебе немножечко первосортки, много не нужно, этого хватит. Есть. И где-то была 560-я, вот та как раз, которую мы с вами находили в конце запрошлого выпуска, если не ошибаюсь. Потому что был откат на серваке, и она где-то, где-то осталась. Я просто не помню, где я ее видел, сейчас попытаюсь найти. 580-я, это не та. Ну, в принципе, нам все равно. Та, не та, нам просто нужно ее приручить, сделать легендарной. И, естественно, потом мы с вами получим за это токен, который нужен для создания Кигарота. Что там наверху? Наверху Гиган, надеюсь, что сюда не придет. Ладно. Давайте побыстренько мы тоже приручаем, отправляем домой. Вот тебе зелье, вот тебе немножечко первосортки. Давай, приручайся. Хорошо. Отсвестим и отправляем домой. Осталось только собрать ДНК Альфа Виверн. И чтобы проэволюционировать их дальше, если не ошибаюсь, нам понадобится ДНК Аркентависов и ДНК Рексов. Это на самом деле все легко, то есть мы с вами тоже делали. Я, наверное, даже не буду добавлять выпуск. Так, у меня уже идет процесс выведения сейчас Виверн потихонечку. Это будет первая. Сейчас сразу сделаем вторую, потому что, если не ошибаюсь, нам с вами нужна одна для того, чтобы получить еще один токен. И из одной, и из второй. Ох ты, как красиво это получилось, а? Реально круто. И из второй мы с вами сделаем Диабло Виверну. Обалдеть. Я первый раз такую расцветку вижу. Если не ошибаюсь, я сейчас могу через дом спокойно к ней пробраться. Блин, сколько у меня здесь всего. Уйдите все нафиг. Дайте мне туда попасть. Она где-то вот здесь вот приземлилась, нет? Где она? А, вон. Ты посмотри на эту красоту. Я прям реально первый раз такую расцветку вижу. Очень круто. Даже трогать ее не хочется. Нет, тихо. Стой. Ладно, я живой, нормально. Сейчас мы с вами это дело повторим. Седло я забыл просто для нее скрафтить. Вот и все, а без седла на них летать нельзя. Совершенно об этом забыл. Секундочку. Прайм Виверна. А, ну все правильно. Сначала делаем Прайм Виверну. Причем нужно один аркент, один рекс ДНК. Я почему-то по два собрал. Ну ладно, не страшно. Уже 69%. То есть сейчас появится еще и вторая. И естественно нужно будет пролюционировать вот этих доминус горилл. Сейчас на самом деле главное отсюда подальше убежать. Чтобы они за мной не съедывали. Иначе они опять обе взлетят. Какой-нибудь далеко-далеко отсюда улетят. И будут проблемы. Я вообще предлагаю на самом деле сгонять до воды, попить. А потом обратно телепортнуться домой. И последний ингредиент, который нам с вами нужен. Это металл. Секундочку. И Матрикс Корв. Если не ошибаюсь, у нас с вами вот здесь вот есть, да? Раз, два, три. Это для того, чтобы сделать легендарных горилл. Если не ошибаюсь, нам нужно по 300, да? 300 металла, одна матрица. Здесь создаем силовую. Здесь у нас с тобой будет, если не ошибаюсь, скоростная. Или что это такое? Ядовитая. Хорошо, ядовитая. И третья у нас с тобой будет скоростная. Та же самая история. Металл. Да, все правильно. Запускаем эволюцию здесь. Ну и просто немножко нужно подождать. Принять. Раз, легендарник. Второй. 579-й. 600-й. А, они получаются примерно того же уровня, что ли, да? А, и скоростной получается синим. Но если зеленый нам не так интересно, но он усыпляет и усыпляет. В этом ничего такого прикольного нету. То вот скоростного я хочу протестировать. Насколько он быстрый. Он быстрый. А урон от падения у тебя есть? Секунду. Ну, урон, понятно, никакой. Я думаю, может быть, и удары будут быстрыми. Нет, потому что я помню в какой-то модификации, если не ошибаюсь, гигантозавра, когда делаешь скоростным, то у него и удары становились быстрее. Чаще начало кусать. Это было действительно очень круто. Не помню, что за модификация, на самом деле. Я сейчас урон прокачал. Я хотел скорость прокачать, а прокачал урон. Ну ладно, плевать. Давайте просто положим сюда бутылку с опытом. Вот эту. И посмотрим. Он по 1% качается. Ну, это плохо, на самом деле. Что это такое за скоростное существо, у которого скорость качается по 1%? Это ерунда. Ну да, быстрый. Но, типа... Ну, быстрый. Он быстрый. Он летает. Точнее, он бегает быстрее, чем летает Виверна. Но это неудобно. Это реально очень неудобно, потому что, сами понимаете, вот такая вот преграда для него все становится непреодолимой. Нам очень сложно выбраться из-под этого льда. То есть, очень сложно выбраться из воды. Особенно, если будут какие-то крутые берега. В этом плане, самую, не знаю, простого доминос дракона даже легче использовать, потому что, мне кажется, он настолько же быстро летает. Ладно, плевать. Давай просто телепортимся домой. Забираем с этих ребяток тоже по токену. У нас с вами получается 3. Если не ошибаюсь, остался только один токен с Виверной. Здесь у нас с вами сидят сейчас, получается, 2 экзолтат. Это все равно. Что мы с тобой сделаем? Опять нужны металл, матрикс корр и токсичная кровь. Сейчас все принесу. И попытаемся вторую экзолтат сделать демонической. Я не знаю, сработает это или нет, потому что, возможно, нужно было альфу делать. Либо альфа-рекс, либо вообще Виверную нельзя сделать. Лучше проверим, потому что это не так сложно. Так, закидываем эту сюда, делаем... Ну, еще одну скоростную. Нет, не хочу скоростную, потому что скоростная... Она просто-напросто, ну, как сказать... Может оказаться чересчур быстрой. И там что-нибудь залагает, заглючит. Сейчас опять игра вылетит, все откатится. И все труды на смарку сразу же. Так, а в тебе мы, наверное, положим седло. Положим бутылочку демонической энергии. Не знаю, сработает это или нет. Нужно нажать клавишу X. Да, это работает. И включается эволюция в демоническую Виверну. То же самое можно сделать демонического Рекса, вроде демонического Гигантозавра и еще каких-то существ. Но, честно говоря, в этой модификации они тоже очень плохо проработаны. У них никаких особенностей таких крутых нету. А, кстати, там тоже эволюция включилась. Кстати, подожди, нужно вообще слезть с тебя, наверное, или не нужно? Я не знаю. Седло, может, исчезнет. Может быть, седло стоило снять. Скорее всего, да. Но сейчас проверим. Плевать, у меня этих седел. У меня этих седел просто валом. Так, секундочку. Диабло. Она не демоническая, она получается Диабло Виверна. И все правильно. Седло исчезло. Там у нас все с вами получится силовая. Но силовую мы с вами тестировали. В этом плане никаких особенностей нет. Она немножко побольше мне стала. Вам так не кажется? Совсем капельку. Ну, вообще, красивая. Мне нравится. Так. Из тебя забираем токен. И врубаем здесь эволюцию до Кигарота. То есть, у нас все с вами есть. Можно просто это дело запускать. Вот это мы с вами заберем. Сердца тоже заберем. Вдруг понадобится. Маловероятно. Но такой шанс есть. Ну, и Кигарота мы с вами видели. Потому что мы с ним сражались. Мы видели его в других модификациях. Это все хорошо. Пускай он создается. Мы к нему вернемся чуть попозднее. А сейчас берем с вами Диабло Виверну. И полетели кого-нибудь укусим. Просто посмотреть на то, что она умеет делать. Ах, тебя сложно укусить. Хорошо договорились. Ну, пожалуйста. Давай его. 37 пищ. Гигант Питек. Выдох сиреневым огнем. На клавише С. Да, на клавише С она просто машет пылями. В полете она пытается кого-то подхватить. То есть, это вполне стандартная механика. Давайте попытаемся огнем вот сюда выдохнуть. Ну, типа... Да ну, это ерунда, честное слово. Даже если это какое-то особое горение наложит. Это ничего не дает. То есть, я понимаю, что модификация старая. И на тот момент еще очень мало каких-то таких новых фишек добавлялось в игру. Но... Нет, честно говоря, есть старые модификации. В которых прям очень серьезно были переработаны в механике. Здесь прикольная модификация. Да, она сильная. У нее 1 миллион здоровья. Очень неплохо с уроном. Что-то такое. А, от тебя просто какие-то искорки разлетаются в разные стороны. Очень неплохо, в принципе, с уроном. Но она похожа чем-то на легендарника, да? Урон вполне такой же. Просто немножечко по-другому выглядит, как я и сказал. У них не добавлено никакой... А, нет, это... Это эволюция Гигарота настолько жестокая. Ты посмотри. Мне кажется, даже погода как-то немножко испортилась вокруг. Все потемнело. Да, это действительно, это эволюция Гигарота настолько эпичная. Вот это действительно круто сделано. А вот Диабло Виверно самая обычная. Крутотенежка прям. Ты посмотри, что он сотворил. Он прям насколько это сделал огромным. Ну же, давай, эволюционируйся, дружище. Что там у тебя за проблемы есть? И у нас с вами появляется Гигарот. Наконец-то. Но пока что это просто... Секундочку. Это Гигарот? Да. Гигарот за Фарготтен. 900 уровня. На него нужно седло. А какое седло? Beyond Evolution. Craft to Evolve. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Если не ошибаюсь, нужно с кого-то это дело собрать. Здесь подсказка есть. Атаки. Левая клавиша мыши. Правая C control. И также можешь изменить цвет. Cycle color in the radial menu. Понятно. Где это у нас? Cycle color. Эй. А, просто вот так вот. Вау. Так мне больше нравится. С таким отливым голубого там. Какое на тебя седло? Наверное, седло гигантозавра. Я немножко полазил. На него седло альфа-гигантозавра нужно. Если не ошибаюсь, оно просто где-то было. В ком-то. Абсолютно точно. Я его где-то видел. Альфа-гигантозавр седл. Вот, отлично. Прямо сразу нашли. Ну-ка, давай-ка тебя тестировать, насколько ты хорош. Я вижу, что у него уже 86 миллионов здоровья. Естественно, сами понимаете, качается очень хорошо. Там, пожалуйста, 110-118 миллионов. Можно закинуть в него опыт. Прожимаем 111 уровней. Пускай это будет 150 миллионов здоровья. Окей. Хилочку тебя кинем. Хилочку... Черт, нету хилочки. Хилочка вивернив какой-то. Прожимаем. И пойдем протестируем, насколько ты быстрый. Но, как видите, он даже выглядит, как... Додорекс. Он как выглядит, как Додорекс с головой искрещенного Додорекса и гигантозавра. То есть нечто такое среднее. Урон. 428 тысяч. Вот то существо, которое мы можем с вами нормально прокачать в урон. 307, 443. Это абсолютно еще не прокаченный. То есть, естественно, можем спокойно подкачать его. Причем можно прокачивать оглушение. Но, если не ошибаюсь, оно не качается. То есть... 2 миллиона 197. Да, так и осталось. То есть оно... Хоть плюсик есть, прокачать его невозможно. Скорость передвижения трогать не будем. Просто прокачиваем урон в ближнем бою. 2800. Неплохо. Давай-ка мы с тобой молочка, что ли, выпьем. Потому что кушать хочется. И укусик на 1 миллион 100 тысяч. То есть, как раз то, о чем я говорил. То, что нам нужно. То есть, существо, которое наносит хотя бы 500 тысяч. Помните, я в прошлой выпуске сказал? Вот этот кигарот вполне себе так наносит. Миллиончик. И выглядит он, кстати, очень-очень хорошо. Ну что, берем этого кигарота. И отправляемся с вами на арену. Давайте призовем кигарота сюда. Тебе здесь нормально? Да, ему здесь нормально. Хорошо. И мы можем с вами теперь призвать брокенс. Сломанных каких-то. Я так понимаю, что нужно... Ну да, здесь написано использовать кигарота, чтобы их убить. То есть, это, в принципе, скорее всего, будет такой же босс, как самый первый был. Ну, к которому мы там призывали. То есть, появится гигантозавр или кигарот. А потом уже будут появляться и остальные. Точнее, сначала нужно будет убить всех остальных боссов. А потом уже его. Ну, посмотрим, что будет происходить. Я предлагаю вообще в стороночку отойти куда-нибудь в уголочек. Так будет более безопасно, мне кажется. Потому что появляться они будут в центре. Опять же, здесь врубится музыка. Мне кажется, даже уже что-то такое появилось. Что-то как-то у них многовато здоровья, не находите? Что-то как-то многовато здоровья, да? Но, надеюсь, что все будет хорошо. Что у нас там с вами? На правой клавише мыши. Выдох на клавише С. На кантре ли? Не знаю. Нас бьют и бьют очень-очень больно. Мы вызываем с вами наших миньонов. Используем на него молоко, на себя молоко. Давайте подлечивать. Это дыхание на правой клавише мыши. Их дыхание очень слабое. Вызываем еще миньонов. Валим, Кадов. Валим, валим, валим. Оглушение, самое главное, не набирается у нас. Все остальное ерунда. Врубилась музыка. Это, если не ошибаюсь, Найтвиш здесь играет постоянно. Добавляется большое количество первосортки. На кантре ли что у нас? Я не знаю, что на кантре ли. На кантре ли миньоны. Хорошо, на клавише С. Выдох какой-то непонятный. Все лагает безумно. Крики какие-то здесь. Может быть, крики буду добавлять, все остальное убирай. Давай подлечим. Тихо, игра, не вылетай. Все лагает. Так. Брудмазер повержена. Сломанная брудмазер повержена. Тихо. Ты хоть что-нибудь видишь в этом весе? Я ни черта не вижу. Что-то ужасное появилось. И оно пытается меня бить. Ну-ка, дойдем в сторонку. Что это такое? Мантикора. Еще одна Мантикора. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Вызываем миньончиков. Вызываем. На кантре. Вызвали. Отлично. Я надеюсь, что мы их тоже жгем, что наше горение на них работает. Да, отстань. Господи. Еще писать уровни. Урон. Черт, побери урон. Сейчас меня какие-то текстуры запихнут, и будет проблема. Уходим в сторону. Нормально. Вызываем миньонов. Вот теперь я понял, с кем я сражаюсь. Давай отключим все это дело. Ты смотри на это безумие, а. Жесть. Врубим урок. Миньоны. Лечение. Лечение, лечение, лечение. Лечение. Жесть. Они здесь накрутили, а. Перегружены. Брудмазерба повержена. А второй? Мы всех победили? Да, мы всех победили. Ну-ка. А что мы с них получили? Пока что непонятно. Мы получили огромное количество киблов. Мини-ниук лауншер. Ладно, хорошо. Давай-ка это все перекинем. Опять же, две штуки в Ark Factory. Ладно. Секунду. Это все не то, что мне нужно было на самом деле. Мне нужны были Beyond Evolution. Вот эти вот. Что это такое вообще? Наверное, где-то в трупах остались. Мы их просто не собрали с вами. Окей, здесь написано, что нам нужно разместить клонирующую машину здесь на арене. И клонировать Divine Monty Coru и Divine Broodmother, чтобы получить Beyond Evolution Item. Я тут решил протестировать клонирование на моем кигороде. У нас с вами появляется еще один кигород. Мы с тобой, кажется, дофак точно далеко. Тихо, тихо. Даже если умрем, это не страшно. Нету? Ну ладно, можно в клон. Клон. Здесь кто? Игород. Здесь? Beyond Evolution. Вот как мы с вами можем это дело получить. Только таким образом. Вот как это делается. Вот как это делается. Я думал, что мы непобедимы. То есть хотя бы один раз их нужно победить, все с них получить. И только вот таким образом потом мы с вами получаем Beyond Evolution. Вот этот предмет. И врубаем эволюцию. И у нас с вами сейчас появится самый сильный кигород. И при помощи него, и только при помощи него можно будет сразиться вот с этим сломанным защитником. 10 тысяч слитков металла. Ну все, я это все призову. Потому что все эти артефакты, ну сами понимаете, насколько это долго летать, собирать их. Абсолютно на незнакомой карте еще неизвестно, все ли артефакты на этой карте представлены. То есть такое тоже возможно, что каких-то артефактов здесь просто нету. Такое бывает, потому что некоторые разработчики, ну, не добавляют. Такое реально случается. Ну что, пошла эволюция. Сейчас мы с вами получим финального кигорода. То есть самого-самого сильного, который за гранью эволюции. Что-то типа того. Ну если правильно перевести, это будет за гранью эволюции. Да. Нет, ну просто кигород за гранью. Окей. У нас с вами новый кигород. Мы можем ему также сразу изменить расцветку. Получается вот такой вот кигород. Да, долго мне пришлось помучиться, чтобы себе его заполучить. Но, честно говоря, тот мне нравился немножко побольше. Это тоже какой-то чересчур никакой. Потому что вот такие текстурки, это прям прошлый век по сравнению с тем, что сейчас делают. Но в то время это очень круто смотрелось, на самом деле. Мне вот предыдущая версия кигорода нравилась гораздо больше. И, естественно, нам с вами нужно призвать сейчас самых сильных боссов. Но для начала нам с вами нужно его прокачать. У него 50... 588 миллионов, да? 588. Подожди, что я этим миллиард здоровья могу вкачать, что ли, да? Ну, предположим, 900 миллионов, я думаю, что хватит. Ну, как думаете? Я думаю, что да. И, естественно, дальше все в урон в ближнем бою. Ну что, запускаем призыв сломанных защитников. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что мы сейчас здесь не отъедем. Чувствую, что-то здесь сейчас появится жесткое. Это обычные гигантозавры. Бион Гюарден гигантозавр. Секундочку, что, волны динозавров, что ли, просто? Урон у нас с вами 2 миллиона. Немножко перегружена ерунда. Ты сейчас шутишь, что ли? Это бионические гигантозавры обычные. Вон он стоит. Секундочку, что у нас по здоровью? Все хорошо. Здесь все нормально. Дальше пошли гигароты. Но, если не ошибаюсь, обычные. Почему-то взрывы-то идущие. Иди сюда. Фигня. Бан, ты че роман? Че шутишь, что ли? Ну, немножко гори, не долбай. Ну, ладно, фигня. Кстати, Карнак. Карнак за Битрея. Это как раз вот самые первые боссы были. Спокуха, спокуха, спокуха. Дичь какая-то творится. Нужно убрать отображение. Не так, не это. Вот так вот. Убираем отображение. Ты посмотри на эту дичь. Сколько их здесь. Грызем всех. Давай к тебе подлечим, друг мой. Лечим. И у тебя 159 уроней. Просто закидываем в урон. Вбивать. Он на максимум прокачан. Просто закидываем по полной урону. Есть Карнаков. Забиваем. Этих забиваем. Выходим из-за текстур. Выходим, выходим, выходим. Мне кажется, они сейчас превратятся. Кого-то там забили из кучи их. Давай включим обратно урон. Сами видите, урон просто безумнейший. 3-400 мы с вами наносим. Можно выдохи врубать. У нас у меня миньоны есть. На контроле. Миньоны. Ух ты, чёрт. Отрубаем отображение. Чтобы не лагало. Я, наверное, всё это смонтирую мега коротко. Потому что это отличайшее безумие. Они просто запланили всю арену. Их миньоны. Все эти вот первые боссы. Чтобы забить первых боссов, нужно забить их миньонов. Более мелких боссов. Потом паучихи, мантикоры. Гигантозавры появляются. Всё это взрывает. И постоянно перемещается вот этот гигантозавр из одной колонны в другую. И вот он опять телепортнулся. И мне приходится бегать. И кусать ему пробиваешь один-два укуса. И он телепортируется. И бегаешь туда-сюда. Но я сейчас уже счистил большую часть. Потому что лагало безбожно. И я, наверное, даже вырежу. Меня просто зажали в угол. И я вообще ничего не видел. Была толпа. Это был последний укус. И здесь написано спасибо, что победили ACA. Я надеюсь, что это было отличное приключение. И вы останетесь с нами. Если вы получили эту записку, буду рад видеть вас в нашем дискорде. Вы получите особый ранг. И другая вещь, которую я хотел бы обсудить. Arc Eternal. Это большая ошибка, которую я сделал. Отдав людям файлы, которые выкинули меня из этого проекта. И потом игнорировали его. Но я об этом говорил в одном из выпусков. Но мы не будем переходить на личности. И разбирать, кто из них прав, кто из них виноват. Что там у них происходило. Потому что для нас с вами, как игроков, и Arc Eternal хорошая модификация. И это, в принципе, оказалось неплохой. Вот эту финальную битву я, скорее всего, смонтирую максимально коротко. Потому что она заняла по тайму лайну 42 минуты. Я просто ходил и грыз толпу мобов. Это не так интересно. Я основные ключевые моменты, как всегда, скорее всего, покажу. И финальный босс, он просто телепортировался из статуи в статую. Подходишь, кусаешь. Он телепортируется дальше. И вот это вот все. Вот это финальная битва. Но, правда, Кигарот запределенно сильный. И они с ним ничего сделать не могли. На этом все. Вот вся модификация. Если вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Скорее всего, начнем Eternal, чтобы сравнить их. Увидимся в новом выживании.